Приветствую вас. Давайте разбираться в том, что вы написали. Значит, для начала вопрос. В заголовке. Как справиться с расстоянием в отношениях? Как справиться с расставанием? Что делать дальше? Ну, вот не читая ещё вашего текста, да, во-первых, я его уже прочитал, но просто если сделать вид, что я его не читал, ваш текст, вот, что не читая ваш текст, надо сказать, это очень противоречивый вопрос, потому что как справиться с расстоянием в отношениях, это один вопрос. Ну, одного типа вопрос. Как справиться с расставанием, именно расставанием, это вопрос другого типа немножечко, вот. Что делать дальше, это третий вопрос, то есть как бы это абсолютно разные вопросы, да. Во-первых, надо сказать, что ни с чем справляться не нужно. От слова совсем. С расстоянием не нужно справляться в отношениях с расстоянием. Я бы сказал, что с расстоянием нужно смириться. И на расстоянии, в любом случае, на расстоянии, в любом случае, никаких отношений не выяснять, в принципе. Ну, потому что, ничего хорошего из этого не выйдет, так или иначе. А если расстояние вас секотит, значит, это действительно привязанность. Но с привязанностью нужно обращаться несколько иначе. Не так, как, ну, не так, как с любовью, например. Вот это такие разные вещи. Немного. Кроме того, справиться, справиться, это что вот значит, по-вашему, справиться? Травиться, значит, подавить, убежать, наверное, да? Это такая история. Но ведь это не решает проблему саму по себе. Вы же понимаете, что проблему саму по себе это не решает. Вы только подавляете, но ничего не решаете при этом. Дальше. Как справиться с расставанием, спрашиваете? Опять же, боль, боль, именно боль от расставания. Нужно прожить. Потому что это нормально, если это боль. Но боль же от расставания, от расставания, точнее, нужно и выражать объективно. То есть, боль от расставания нужно выражать. И, исходя из боли, корректировать свое поведение. И свое отношение. Дальше. Заранее напишу, что проблема любовного характера. Я учусь за границей, моя проблема началась недавно. Год назад у меня начались отношения с молодым парнем. Он был моего возраста, и в начале отношения у нас все было хорошо. Я верила в то, что это навсегда, ведь мне было 19, и я понимала, что это серьезные отношения. Вы знаете, вот сама подстановка вопроса ваша вызывает несколько такие, знаете, противоречивые мысли. То есть, вы говорите, что значит, так, я верила, что это навсегда, ведь мне было 19, и я понимала, что это серьезные отношения. Заметьте, о самом человеке вы ни слова здесь не пишете. Сам человек, сам мужчина, сам парень, вас как будто бы не волнует. Вы думаете о том, что это должно быть навсегда, и что это, и что это серьезные отношения. Как это, вот, как в 19 лет. Начиная первые серьезные отношения, можно думать, что это навсегда, для меня загадка. Как для меня загадкой, с точки зрения психологии, является то, что вы утверждаете, что отношения вообще могут быть чем-то, отношения могут быть чем-то, что может быть навсегда. Отношения строят, простите, кто? Отношения строят, простите, люди. Если отношения строят люди, то отношения, в принципе, не могут быть навсегда, потому что человек меняется. Но, вам это нужно. То есть, вам нужно, чтобы отношения были навсегда. А это означает, что либо вы не уверены в себе, либо вы не уверены в себе, либо вам, ну, действительно, что-то нужно от отношений. Именно что-то нужно, потому что, в противном случае, вы бы никогда не стали бы говорить про такой аспект, как навсегда. Не важно это. Понимаете? Ну, не важно. Если вы человека любите, то это не важно. Но всегда вы вместе или нет. Главное, делать его счастливым. Система. До этого у меня не были парни, но я их не любил. То есть, тут непонятно. Я могу сказать, что до этого у меня были парни, но я их не любил. Я соглашнялся сделать только потому, что считал, что больше никто не полюбит. То есть, здесь у вас, опять же, какая-то болезненная потребность в любви. Если у вас, опять же, желание, чтобы вас любили. Я не знаю, может быть, в вашем случае это потребность в создании семьи, как продолжение вашей традиции, ну, ваших традиций религиозных и так далее. Не знаю, но когда вы пишете, что считал, что больше никто не полюбит, это про вашу низкую самооценку. Дальше. После лица отношений я решил сделать это с ним. Секс. Так как для меня это было важно и моя семья, верующие мусульмане, это было обдумано. Причем здесь ваша семья, которая верующие мусульмане. Ну, вот, вот, серьезно, при чем, при чем здесь это? Причем, при чем здесь семья, верующие? Когда на секс решаетесь вы, это ваш собственный выбор, это ваше решение. Вы пишете, что для меня это важно. Что важно? Секс важен. Чем важен секс? Почему вы сексу придаете большее значение в данном случае? Почему он просто значит? За этим что стоит? Опять же, какая-то попредка. Дальше. Ну, в тот момент я была уже готова попрощаться с девственностью. И уже через неделю после этого я сделала большую ошибку. Извинила я ему, извинила с человеком, которому меня влекло уже два года. Можно задать вам вопрос. Если был человек, которому вас влекло два года, то по какой причине вы с ним не вступили в сексуальные отношения? Если вы пишете, что вы завершили ошибку, то это не так. Это не было ошибкой. Это было действие, которого вы хотели. Ведь вас никто не заставлял изменять. Вас никто не заставлял заниматься сексом с другим человеком. Но вы это сделали. И если вы это сделали, значит вы чего-то для себя хотели. Так вот, вместо того, чтобы обвинять себя сейчас и говорить, что вот я совершил ошибку, вот я там совершил что-то ужасное и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, лучше будет, если вы для себя определите, а что же я хотел на самом деле. Чего я хотел? Почему меня влекло? Почему меня влекло? Ну, вот к этому человеку. И для чего меня влекло к этому человеку? Вот. Чего я хотел? Чего я хотел? Понимаете? Что мне было нужно? Вот это вам необходимо для себя определить, на мой взгляд. Да? Это то, что вам нужно для себя понять. А не говорить, что вот я там совершил ошибку и так далее. Понимаете, да? О чем будет речь? Дальше. Значит, ну, соответственно, изменилось человеком, которому меня влекло два года. Два года уже. А на мой взгляд, тут нужно смотреть. Значит, чем вас влек этот человек. То есть, влечение, оно, как бы, просто так, и ниоткуда не возьмется влечение. Если оно, это влечение, имело место быть, вот, значит, значит, ну, совершенно очевидно, что вам, вам что-то было нужно. Чего-то, чего-то, вам чего-то не хватало. В чем-то вы нуждались. Нуждались. Вот, вот это и необходимо вам для себя определить. Понимаете? Дальше идем. Я ничего не хотел от этого человека, кроме секса. Неправда. 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 Если бы вы ничего не хотели от этого человека, кроме секса, я думаю, что вы бы, в таком случае, ну, вполне бы удовлетворились сексом за своей мужчиной, которого вы любили, или любите до сих пор. Так что здесь, давайте все-таки будем честны с собой и скажем, что дело не только в сексе, а что нужно вам было чего-то еще. Что нуждались вы, нуждались вы в чем-то еще для себя. Дальше, значит так. После измены просто два месяца я призналась своему парню. Зачем? Оружен. Для чего вы признались своему парню? Что вы... хотели этим сказать ему? Что вы хотели ему это сказать? Вот. Что вам... Нужно было... Было. Вот. То есть, ну, для чего вы это, для чего вы это сделали? Чего вы ожидали, желали, хотели? На что рассчитывали? Вот. То есть, это то, что вам нужно для себя определить. Понимаете? Дальше. Он, конечно, злился и хотел бросить меня, но у него не получилось, он слишком любил меня. Я бы сказал, что это скорее больше напоминает привязанность к вам, нежели чем любовь. Потому что... Если бы он вас дебил, он бы сказал, что вы, например, ну, что вы несчастливы. Или спросил вас, почему вы это сделали, но он не злился бы и не хотел, не хотел бы вас бросить. Он злился, значит, он воспринял это на свой счет. На свой счет. В том числе. Возможно, секс с вашим молодым человеком был слишком, ну, слишком правильным, а вам хотелось все-таки чего-то более неправильного. Возможно. Возможно. Я так думаю. Я так думаю. Сейчас. Я могу ошибаться. Я могу ошибаться здесь. Дальше. Значит, он... Так, у него не получилось, он слишком любил меня и сказал, что простил. Хорошо. Хорошо. Возможно. Возможно. Он и правда простил. То есть я здесь опять же судить не берусь. Возможно, простил и правда. Но. Момент. Какой? Что вы решили? То есть приняли ли вы какое-то решение? По отношению. Договорились ли вы с ним о чем-то? Мне почему-то кажется, что нет. Мне почему-то так кажется, что вы ни о чем с ним не договорились. Что вы ни к чему с ним не пришли. И никаких решений вы не приняли. Далее вы пишите, после моего отношения, после моего признания наши отношения начали скатываться в каком смысле? Мы начали чаще ссориться, он чаще упрекал меня в изменениях. И нам все ссорились. А из-за чего вы, оружиан, ссорились? Вот конкретно вы ссорились из-за чего? Почему? Ну то есть, он почему ссорился? Это... Одна история. Почему он ссорился? А вы-то ссорились почему? Из-за чего? Конкретно вы. Это важно. Ведь если бы вы не ссорились с ним, то не было бы, не было бы в таком случае этих самых ссор. Как ни парадоксально это звучит, но это правда. Понимаете, да? Какие... Ну, какие... Какие моменты здесь. Вот. Дальше идем. Значит, вы пишите, вы пишите. Что человек вспоминал все ссоры. То есть, очевидно, что... То есть, очевидно, что... А его это, ну, видимо... Задевало. Вот. Очевидно. Очевидно. Очевидно, что ему... его... его это задевало и напрягало. Какие-то ваши ссоры. Так получилось, что в следующем учебном году он не сможет приехать. Он заранее знал об этом. Он взял академический отпуск, но он вернется. Вернется к учебу, ну, научил бы, в смысле. И вот за пару месяцев до отлета домой он уже начал говорить, что у нас не получится отношения на расстоянии. Ну, надо сказать, что человек, в общем, недалек от истины. Потому что... Вы и так ссорились постоянно. Ну, вы и так ссоритесь постоянно. Постоянно. Поэтому, поэтому... Логично. Предположить, что он... Решил, что между вами, ну, что вы не сможете быть в отношениях на расстоянии. Это логично просто. Вы ссоритесь, а раз вы ссоритесь, значит... Негатива больше. Дальше. Я не хотела верить в это и держала его. Ну, когда вы говорите, что я не хотела в это верить, вы, конечно... Ну, вы, конечно, проявляете, опять же, все тот же эгоизм. По отношению к своему мужчине. Вот. Потому что... Верить это одно. Именно верить. А... А... Как бы... Реальность это... Совсем другое. Дальше... Я его держал. Значит, я его держал. А вообще, очень интересно. Он уже прямо мог говорить, что никогда не возьмешь жены и тому подобное. Ну, то есть, человек явно от вас отдалялся. Как вы это воспринимали? Ну, это все было моментом между этим всем, пока мы жили в одной общаге, мы все еще были вместе. Ну, то есть, вас соединял место. Он говорит, что следующий год пройдет незаметно, что он будет ждать, спросил, чтобы я отдала. Слушайте, ну, мне кажется, вы вот такие очень непостоянные люди, да? В этом смысле слова, и... Мне кажется, что... Вы... В частности, мужчина, да, он, ну... У него не было постоянной позиции. У него не было своей... Вот именно своей какой-то постоянной позиции. По данному вопросу, у него просто не было. Вот, вот он, что... То у него одно, что у него другое. Вот. Дальше идем, значит, так. И вот мы разъехались по домам, он начал работу, полностью в нее углубился, и мы все равно созванивались каждый день. Но Вадим из вечеров, он не позвонил, мы поссорились. И он сказал тебе самые слова. Оружен. Ну, вы... Отдаете себе, я надеюсь, значит, отсчет в том, сейчас, что... Поссорились в том числе вы тоже. То есть, он не позвонил. То есть, он не позвонил. Вас это напрягло. То есть, он не позвонил. И... Соответственно, случилась ссора. Вы-то сами... Оружен. Из-за чего ссорились, мужчины? Вы-то сами, что ему предъявляли? Вы-то сами, чего хотели? Какая была ваша сторона в этой... Вот... Ну... В конфликте? Это важно. Это очень важно, потому что... Напрямую влияет на то, как вы себя ведете. Вот. Это важно, потому что... Напрямую относится к... Вашей... Позиции. Так что, это очень важно. Если вы говорите, что вот... Я его удержал, а я там... Ну, то есть, вы, вроде как, пытаетесь отношения сохранить. То причина ссоры... Ээээ... В данном случае... Ээээ... Причина ссоры нуждается в корректировке. Именно... Именно с вашей стороны, иначе это будет повторяться просто-напросто. Дальше... Так, он сказал, давай расстанемся, и я его умоляла не оставлять меня. А почему вы его умоляли не оставлять вас? То есть, вас... Вас что? У вас... Эээ... Страх одиночества, или что-то. То есть, почему? Почему вы его умоляете? Если он говорит, что он не хочет быть с вами, а вы его умоляете. Дальше... Эээ... Он был настойчиво упёрт, что здесь как бы какое-то обесценивание такое. Так и прошёл месяц без него. Я уже вернулась в страну обучения. Вначале я пытался закидать себя делами, но когда началась учёба, я стал чаще думать о нём. В каком ключе? В каком ключе стали о нём думать? Мы разговаривали пару раз после расставания. Каждый раз он писал, что не хочет восстанавливать отношения, что даже через год как он приедет не хочет быть со мной. Сейчас мы прекратили общение на совсем. И вот мой вопрос. Что делать? Нет. Ждать его не нужно. Это безусловно. Что делать, чтобы что? Я в глубине души думаю, точно надеюсь, что корабль это станет лучше. Может быть и лучше, но без корректировки поведения, без принятия каких-то решений, без чёткости вашей позиции, его позиции ничего не будет. Это точно. Ну и понимаю, что уже ничего не изменит. Я понимаю, что расстались между моим изменом. Так вы объясните, почему вы изменили-то ему? Я понимаю его чисто, но может все же есть шансы. Шансы есть, если вы сделаете то, о чем я говорил. Или все же искать новую пару на всю жизнь. Вот вы знаете, Арюшан, вот меня очень смешает то, что вы говорите вот эту вот новую пару на всю жизнь. Меня очень смешает это выражение ваше. На всю жизнь новую пару. Да вы не можете знать, вы не можете знать, как бы будет ли у вас на всю жизнь старая. Никто не может этого предсказать. И это нормально, что никто не может предсказать этого. А вы как будто хотите, чтобы вы, знаете, вот, уверили в том, что это будет навсегда. Вот это зачем, зачем, зачем. Знаете, какая штука, вам, опять же, здесь как бы на самого человека плевать. Вам как будто важен мужчина, как элемент. Вот, ведь он может приехать и завести другую любовь. Но, опять же, что значит завести другую любовь? Вот завести другую любовь. Завести. Любовь это же не собака, она как бы... Она появляется не сразу, она появляется постепенно. От этого не будет еще больной. А почему вам будет от этого еще больной? А почему вам будет от этого еще больной? Ну, чем вам будет от этого еще больной? Человек, которого вы вроде как любите, да? Человек, которого вы вроде как любите, счастлив, а вам от этого больно. Не кажется ли вам это странным? Так, значит, ведь в этих отношениях я плакал чаще, чем смеялся. Ну, нужно проанализировать, из-за чего вы плакали, конечно. Вот, но пока я думаю, что привязанности больше, чем в любви. Любовь есть, конечно, но привязанности больше. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку подростанную, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!